Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео про астаксантин, мощнейший природный антиоксидант. Вы узнаете, что это такое, почему именно липосомальная форма и что такое это за форма. Я знакомлю вас с результатами японских исследований, что же дает человеку прием этого антиоксиданта. Из чего его получают, из какого природного сырья, каким категориям людей он желателен и почему. Итак, астаксантин это яркий красно-оранжевого цвета каротиноидный пигмент, который встречается в различных водорослях, в том числе морских. Но больше всего он содержится в пресноводных зеленых водорослях Hematococcus pluvialis. С этим пигментом лично я впервые познакомился лет 20 чем-то назад, когда серьезно занимался аквариумистикой. И этим пигментом, который добавляли в корма для рыб, создавали более яркие насыщенные окрасы рыб. В основном на рынке, конечно, был представлен синтетический аналог этого дорогого природного пигмента. Но все профессиональные аквариумисты знали, что применяя этот пигмент в корм для рыб, рыбы были более устойчивы к болезням, жили дольше, были здоровы и были меньше подвержены инфекционным и прочим заболеваниям. За десятки лет изучения этого пигмента был накоплен огромный научный опыт. И японцы здесь впереди планеты всей. Собственно, они его только и производят. Натуральный астоксантин обладает сильнейшей антиоксидантной защитой, которая предотвращает повреждения клеток от окислительного стресса. То есть от окисления снижает резистентность к инсулину, что предельно важно для, ну, почти всех людей. Снижает риски развития нейродегенеративных заболеваний, например, болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Защищает от всех спектров ультрафиолетовых излучений, в том числе так называемого синего света от экранов мониторов, планшетов, телефонов и так далее. Он поддерживает здоровье суставов и запускает синтез собственного коллагена естественным образом. Этот сильнейший антиоксидант замедляет процессы старения и блокирует действия свободных радикалов. Он способствует ускорению регенерации клеток кожи, повышает эластичность и естественную увлажненность кожи. Для каких категорий людей он разумен и желателен? А практически для всех давайте поясню. Для женщин, конечно, он заметно ярко, однозначно влияет на состояние кожи, улучшая ее тонус и здоровье, разглаживает морщины, повышает эластичность и упругость кожи, снимает сухость и шелушение, увлажняет и устраняет излишний блеск. Для школьников, студентов и людей умственной нагрузки в период высоких нагрузок и вообще для людей умственного труда повышает когнитивные функции и умственную активность, поскольку он способствует улучшению насыщаемости мозговых клеток кислородом, улучшает память и внимание и защищает центральную нервную систему от стрессового воздействия, что в наши дни, ну, как вы понимаете, нужно, в общем-то, почти всем. А для спортсменов такое преимущество. Он повышает выносливость и сокращает время восстановления организма после высоких нагрузок. Для пожилых же людей он замедляет дегенерационные процессы в глазах, например, связанные со старением, помогает поддерживать здоровье суставов и снижает болевой синдром. Дорогие друзья, я представляю вам новый свой канал на платформе Boosty и предлагаю вам на него подписаться. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочесть, о чем там будет размещаться информация и уже размещается. Как я уже говорил, натуральный природный астексантин производится только в Японии и фирма номер один в этом Астра Реал. Это первый в мире производитель природного астексантина. Качество и уникальные свойства именно данного астексантина подтверждено более чем 70 клиническими исследованиями, в которых доказана их неоспоримая польза для здоровья и активного образа жизни. Под этим видео я оставлю вам ссылку на именно данный астексантин. Вы можете его приобрести. Под товаром будет подробное описание, брошюра, в которой вы можете ознакомиться с этими клиническими исследованиями. Про экологическую безопасность вы можете не волноваться. На это есть 7 международных сертификатов. Компания выращивает данную водоросль на своем уникальном производстве уже более 30 лет. Никакой связи с морем, океаном это не имеет. Можете не переживать, поскольку, естественно, теперь переживать есть о чем. Поскольку с фокусимы сливают более чем миллион тонн радиоактивно зараженной третьей воды в мировой океан. Помимо прочих проблем. Так что беспокоиться вообще глобально есть о чем. В данном случае нет, поскольку это технология закрытого, замкнутого цикла. И к тому же, как я уже сказал, водоросль пресноводная, а не морская. Кстати, про уникальные свойства липосомальной формы, что это такое. Вот дождитесь, в конце видео я вам поясню. Это очень важная информация. Сейчас я вам расскажу про некоторые результаты клинических исследований. Ну, во-первых, было доказано, что астексантин в 65 раз сильнее по антиоксидантному воздействию, чем витамин С. Да, там идут в том числе другие воздействия. Естественно, это не отменяет значимость, необходимость витамина С. Однако, эти антиоксиданты друг друга только дополняют. Так вот, в 50 раз мощнее бета-каротина. И потому в том числе такое воздействие идет положительное на зрение. Плюс к этому в 50 раз сильнее витамина Е. А витамин Е, как известно, тоже является в том числе антиоксидантом. Дело в том, что астексантин имеет не один, а два атома кислорода. Поэтому, потратив один из них на нейтрализацию свободного радикала, который разрушает клетку и ДНК, он не погибает, а продолжает действовать. В этом его особая уникальность. Еще один результат исследования показал, что прием астексантина препятствует возрастному ухудшению состояния кожи и защищает кожу от повреждений, вызванными окружающей средой. Это и ультрафиолетовые лучи, и пониженная влажность воздуха, ну то есть сухость его и так далее. Еще один эксперимент доказал пользу астексантина в лечении катаракты, глаукомы. Доказано значительное снижение уровня оксидативного стресса в глазах. В том числе не только у пожилых, а и у молодых людей. Поэтому важно и разумно начать профилактику глазных заболеваний с самого раннего возраста, тем более в наши дни, когда столько негативных факторов действует на нас с вами, как не было даже 30 лет назад, что уж говорить про наших предков, которые родились 100 и более лет назад. К сожалению, жизнь сейчас такая. Но самое главное, надеюсь, вы понимаете, почему самое главное. Результат исследований показал, что прием астексантина значительно, внимание, значительно снижает биомаркер повреждения ДНК клеток и воспалений в клетках и тканях организма, и подавляет рост раковых клеток, а также усиливает защитные функции иммунной системы. В брошюре, которую я вам оставлю, можете прочесть про АФК активные формы кислорода, как они влияют, про повреждения митохондрии активными формами кислорода, про гуморальный иммунный ответ и про Т-клетки, а также бета-клетки. Но это кому будет интересно. Неоспоримое доказательство исследований – это влияние на восстановление после умственной усталости, с которой сталкиваются очень многие люди в наши дни, а также про увеличение эффективности работы и активности вегетативной нервной системы при употреблении астексантина. Помните, что дефицит антиоксидантов в питании увеличивает риск повреждений, наносимых клеткам организма свободными радикалами. В результате появляется сухость и дряблость, и бледность кожи, постоянная раздражительность и усталость, выпадение волос и ухудшение их состояния, повышается утомляемость глаз, утомляемость вообще всего организма, снижение остроты зрения, болят и портятся суставы и другие негативные последствия свободно-радикального воздействия на организм. Скоро я вам расскажу про липосомальную форму донесения веществ в организме до клеток, а пока подведем итог. И я вам скажу, что вам даст, если вы будете принимать этот антиоксидант, как я тоже сейчас расскажу, что это даст вам, ну, для здоровья. У вас улучшится состояние кожи, волос, ногтей, снизятся риски развития любых нейродегенеративных заболеваний, память станет лучше, вы будете поддерживать здоровье своих глаз, то есть и снимать усталость, улучшать остроту зрения, защищать свои глаза от возрастных изменений, а также от излучения синего спектра экранов, телефонов, планшетов. Астексантин обладает омолаживающим эффектом. Уменьшаются мелкие и даже глубокие морщины, а в совокупном применении антиоксиданта астексантина внутрь и наружнего применения геля и крема для устранения морщин, эффект будет ошеломляющий. Кстати, кому эта тема важна, посмотрите, не поленитесь, мое видео, в котором доктор объясняла, как происходит регенерация кожи, почему кожа наша начинает подкожные слои синтезировать коллаген и эластин так же, как и в молодости, за счет чего, за счет каких процессов. Ссылку на это видео я оставлю вам под этим. Безусловно, астексантин защищает кожу и от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей, а также предотвращает появление пигментных и возрастных пятен, обладает выраженным противовоспалительным эффектом, помогает в борьбе с хроническими воспалительными процессами в организме, поддерживает здоровье хрящевой ткани, снижает болевой синдром при суставных болях и стимулирует выработку коллагена. Ну и, конечно, повышает выносливость и ускоряет процесс восстановления организма после высоких нагрузок и болезней. Дозировка этого уникального препарата, единственного в мире, 6 мг на 1 мл. Он выпускается в жидком виде. Помимо астексантина и фосфолипидов, содержит масло черного тмина, конопляное масло, масло расторопши и еще три вида других масел. Их количество, соотношение, состав и дает эту уникальную усвояемую форму. Принимать надо один раз в день по одной пипетке. В одной пипетке содержится 1 мл, то есть 6 мг астексантина. Рекомендуемая дозировка для детей до 13 лет 3 мг, то есть 0,5 мл или половина пипетки. Для подростков с 13 до 18 лет примерно 4,5 мг 0,75 мл, но это 2,3 пипетки. Ну а взрослым по одной пипетке, то есть 1 мл. Если вес превышает 100 кг и есть различные болезни, о которых шла речь, проблемы со зрением, памятью, суставами можно принимать по одной пипетке 2 раза в день. Желательно утром минут за 10 до еды, либо под язык и рассасывать, как рекомендуется принимать, витамин В12 в виде метилкабаламина, или растворив в 100 мл воды обычной комнатной температуры или чуть теплой и выпивая. Приобрести именно этот липосомальный антиоксидант японской компании Астрореал вы можете у нас на нашем сайте надгард.ру. Отправляем мы в любые города России и страны мира. Ссылку я вам под видео оставлю, просто переходите, прочтите информацию, можете заказывать. А теперь, как я и обещал, я расскажу о липосомальной форме донесения до клеток тех или иных питательных веществ. Вы, конечно, слышали из моих лекций в том числе, что такое хилатная форма, скажем, того или иного минерала, да? Но, оказывается, есть форма более биодоступная. И вот в чем тут суть. Каждая живая клетка окружена защитной мембраной, которая обеспечивает необходимый, ну скажем так, микроклимат, и играет активную роль в поддержании ее жизнедеятельности. Эта защитная мембрана еще контролирует потоки веществ в клетку и из нее межклеточное пространство. Клеточная мембрана – это сложная, высокоорганизованная двухмерная система, состоящая главным образом из липидов и белков. А структурную основу мембраны составляет двойной слой липидов, в котором погружены белки. Липосома – это некая полая сферическая наночастица, внутри которой заложено активное вещество, в данном случае астексантим. Но, сразу скажу, есть еще в этой линейке уникальных препаратов и другие вещества, легко и в полной мере доносимые, и на 100% усваиваемые клеткой, например, цинк, скоро будет витамин С и другие. Внимательно следите за этим разделом на нашем сайте. Липосомы работают как нано-капсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения, главным образом в желудке, а далее в кишечнике. И вот они доставляют это любое активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания там. А оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека. И состоит она из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка и на печень, и на почки. Более того, дорогие друзья, положительный процесс еще один есть здесь. Фосфолипиды из липосом встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клетки, восстанавливая ее защитные функции. То есть и сами эти нанооболочки очень полезны. Фосфолипиды. Но если вы хотите, я могу сделать отдельное видео, в котором разберу сравнительный анализ всех форм донесения важных витаминов, минералов, жирных кислот до клетки организма. И чем отличаются, соответственно, липосомальные формы от всех остальных прочих. Напишите под этим видео, будет вам в этом интерес или нет. Кстати, напишите заодно и то, про какие витамины, минералы вам было бы интересно увидеть в моем видео. Но не забывайте о том, что многие витамины и минералы я уже разобрал. Поэтому в ютубе просто можете набирать в поисковике, например, фролов пробел, скажем, цинк, фролов пробел D3, или витамин К2, или витамин С, ну и так далее. Скорее всего, вы уже найдете тот или иной интересующий вас витамин или минерал. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!